Друзья, всем привет! Ну что, мы продолжаем развивать мебельный бизнес. Сегодня будет у нас тема «Можно ли построить эффективную мебельную компанию с удаленными сотрудниками?». Практически любой собственник бизнеса, когда ему нужны сотрудники, он говорит «Мне нужно посадить сотрудника около себя, чтобы его лучше видеть, чтобы его лучше слышать, чтобы его лучше контролировать, чтобы он мне ничего не украл» и так далее, и так далее. На самом деле это не совсем так, и сегодня мы как раз с вами разберем 4 неочевидных преимущества работы с удаленными сотрудниками. Я вам расскажу еще один главный недостаток, который все-таки есть, ну как обычно. И второй, я расскажу, что вообще нужно делать, поделюсь технологией, расскажу, что вы должны сделать для эффективной работы с удаленными сотрудниками. Итак, погнали! Как обычно, хочу начать с историей. У меня очень много историй. У меня есть ребята, много ребят, которые занимаются мебелью, и один из них мне тогда сказал, что я буду открывать офис, сажать туда сотрудников, которые будут звонить. Пусть даже там у меня дизайнеры уезжают в другом городе, но все равно здесь эти сотрудники, я их буду видеть, я их буду контролировать, они ничего не украдут и так далее, и так далее. Через несколько месяцев звоню, как вообще узнать, как у него дела, и он мне рассказывает такую историю, то, что менеджер, который он посадил в офисе, их там было несколько, один из менеджеров, просто-напросто закрывает ноутбук, берет его подмышки, берет телефон и сваливает нафиг куда-то в неизвестном направлении, забирая с собой базу, забирая телефон, забирая ноутбук. Базу, конечно же, потом вернули, потому что CRM-система тогда на тот момент у него уже была, но тем не менее, несколько заказов уже были слиты, потому что договора уже были заключены с другой компанией. Вот вам и офлайн. Или есть еще другие истории, у меня есть сейчас, допустим, ребята, которые учатся у нас там на нашем курсе, и есть, знаете, ребята, которые приходят с производства, а на производстве, ну давайте честно, что вот у нас есть часть сотрудников, которых мы не наймем удаленно. Ну, допустим, мы не наймем же удаленного пильщика, который будет пилить или кромить, или начальника цеха, мы не можем нанять удаленно. Ну, то есть, пока у нас роботов нету, которые мы можем удаленно управлять. И поэтому, когда к нам приходят ребята, которые начинали с производства, они привыкли на производстве вести всю команду в офлайне, они привыкли всех видеть. Зашел в цех, ты видишь, что этот пьяный, этот трезвый, все пришли на работу, кто-то валяется, кто-то пилит, кто-то работает, сколько вырабатывает и так далее, и так далее. То есть, отследить это гораздо проще. И когда компания начинает развиваться, они продолжают искать все это в офлайне. Но в офлайне есть тоже, ну, как бы куча минусов. И на тот момент собственники, вот именно вот этого мебельного бизнеса, который начинали с производства, они не видят плюсы от удаленки, потому что там, ну, ту сторону медаль им никто никогда не показывал. Так вот, сегодня я вам как раз хочу показать вот эти плюсы, которые есть на удаленке. И самый главный плюс, это, конечно же, проще найти. Ну, просто давайте честно. Вот мы сейчас сидим в офисе, вот я сижу в офисе в Химках. Если я даю объявление в Химках, ко мне придут, ну, вот ко мне пришло, скажем, там, 3 HR. Было откликов, ну, где-то там 30-40. Ну, из этих 40, вот я про собеседовал, вот у меня один вышел на стажировку, один был про запас. Если мы дали объявление на удаленку по HR-менеджеру, у нас было 350 откликов. Ребята, это значительно больше, значительно больше. А если мы сидим с вами в небольшом городе, то мы понимаем, что там круг сразу сужается. Оттуда идут вытекающие последствия. То есть мы, значит, должны чем-то притягивать этих кандидатов, как-то переманить, высокая зарплата, хорошие обеспеченные рабочие места, а это все деньги. И поэтому первый самый главный плюс от удаленщиков, это то, что их проще вообще найти, проще нанять. При этом им можно меньше платить. Почему меньше платить? Потому что охват нас становится больше. Что мы показываемся аудитории, там, 100 человек, а что показываемся аудитории в 10 тысяч человек. И там точно найдутся эксперты, причем я вам подчеркну, эксперты очень офигенные, которые готовы работать на удаленке за меньшую оплату труда. Это 100% такое есть, потому что у нас работают и такие ребята в том числе. Конечно же, у нас нет никаких затрат. То есть затрат по минимуму, если вы работаете в офисе, потому что у меня есть как офис, и 90% у меня все на удаленке. И в офисе нам нужен стол, нам нужен стул, нам нужен компьютер, нам нужна для менеджера гарнитура. То есть нам нужно менеджера покормить, нам нужно кофе, нам нужно воду и так далее, и так далее. Понимаете, целый спектр еще там расходов, он сразу притягивается туда, к этим же сотрудникам. Поэтому здесь по факту не надо организовывать никакие рабочие места, не надо затрачиваться. Мы спокойно просто начинаем бизнес. Как раз вот самый такой последний жирный плюс для тех, кто только начинает мебельный бизнес, это то, что очень просто стартануть. Мы вообще не паримся. Мы просто включаем Яндекс.Директ или включаем там Инстаграм и начинаем лить трафик. На удаленке сажаем менеджера и пока там, допустим, если это стартап, выезжаем сами к клиенту, отрабатываем заявки, отрабатываем эти замеры, вернее. Подписываем договора, потом на удаленке ставим еще замерщик и замерщик потом ездить. Все. Понятное дело, что для некоторых сейчас это будет казаться что-то там нереально. Я вам сейчас дам еще несколько шагов, что нужно сделать для того, чтобы уметь контролировать сотрудников и вообще правильно направлять на результат. У меня, кстати говоря, есть ребята, которые стартап, которые в Москве начали сейчас мебельный бизнес, то есть оборот был 300. Сейчас оборот уже подходит к двум, это буквально за два месяца работы. И у нас там нет офисов, там нет сотрудников, те, которые в офлане, там все сотрудники на удаленке. Сейчас есть один замерщик, уже работает, второй замерщик подключается сейчас, есть ассистент, есть менеджер по продажам, тот, который удаленно сидит, отрабатывает также эти заявки. Два миллиона выручки сейчас будет. Это, конечно же, не предел, потому что у меня есть второй прецедент. У меня есть ребята, точно так же работают в Москве, продают шкафы, у них все сотрудники на удаленке, они работают третий год на удаленке. У них нет офисов, нет салонов, 10 миллионов оборотов компаний. И это я вам хочу сказать не предел, потому что я знаю даже по своей компании, сколько у нас сотрудников и сколько находится из них на удаленке. И давайте мы с вами, знаете, так подчеркнем, кого же все-таки можно нанять на удаленку. Ну просто перечислим. HR менеджеры можно, которые занимаются наймом? Конечно же можно, 100%. Маркетологи, директологи, таргетологи, начальник отдела продаж, менеджеры, которые отрабатывают заявки удаленно, да, то есть заявки отрабатывают через CRM-систему, продают встречу. Или там, допустим, выездные дизайнеры, ну они тоже в салоне в принципе не нужны, потому что они выездные, они выезжают прямо из дома. Или, допустим, менеджер по рекламации, который управляет в том числе и монтажными бригадами, снимает первый стресс там у клиента, если там вдруг что-то не то. Это тоже все можно делать на удаленно. То есть вот, ну, должностей, я вам хочу сказать, в любой компании будет порядка 80%, которых можно спокойно расположить удаленно. И вы от этого получите только плюсы, только плюсы. Но, как обычно, есть же один минус все-таки. Такой минус, который говорит о том, что приходится этих сотрудников дольше вводить в должность. Но не надо думать, что там, допустим, мы возьмем сейчас на удаленке сотрудников, он пришел, там что-то сам начал продавать, мы, короче, тут пришли просто, бам-бам-бам, выручку сняли и все нормально, поехали домой. На самом деле, любых сотрудников нужно контролировать и есть несколько шагов. То есть сейчас я прям вот, ну, поэтапно расскажу, что нужно сделать для эффективной работы с удаленными сотрудниками. Первое, самое главное, это ежедневная координация. Важно, ежедневное, такая-то ежедневное взаимодействие. Понимаете, когда сотрудник сидит дома, один, если даже там в компании работает 40 человек, он сидит дома все равно один. У него есть стол, есть стул, есть компьютер, все. Он не видит никого и он думает, что он вообще один. А когда вы постоянно созванивались, пусть даже в зуме, когда вы включаете камеры, он видит, что там у него есть целое дело, там где-то 10-15 человек или там 5 человек работает, он чувствует себя частью команды, он чувствует себя, знаете, причастным к большому какому-то результату, к большой какой-то компании. Вот эту штуку важно подчеркивать для того, чтобы каждый сотрудник это видел. Конечно же, для контроля всех удаленных сотрудников необходимы CRM-системы. Будь это там менеджер по рекламациям, будь это HR-менеджер, который занимается с нами, будь это маркетологи, директологи, будь это отдел продаж, для всех нужна CRM-система. И по факту все можно упаковать в одной CRM-системе. Какая? Да не имеет значения. Если она у вас уже есть, то это уже плюс. А потом уже будете выбирать, ну какая лучше, какая хуже, по функциям и так далее. Мы просто выбираем Bittrex, мы с ним давно работаем, нам он очень нравится. Но мы его не пропагандируем. Поэтому если у вас есть любая CRM-система, окей, огонь. Дальше. У нас есть, допустим, сервис для контроля удаленных сотрудников. Этот сервис называется BitCop, и там есть все. Там есть куда заходил сотрудник, по каким ссылкам. В то же время я могу просто зайти и посмотреть, у меня каждые 5 минут у сотрудников делается скриншот, их экраны. Я вижу, что они смотрят. И мы находили неоднократно таких стажеров, которые смотрят Comedy Club или играют в какие-то игры на работе. Такие тоже имеют место быть. Но эта программа будет считать вам только продуктивное время. И мы платим все оклады только от продуктивного времени. Если он играет в какие-то игрульки, программа это не будет засчитывать в продуктивное время. То есть это будет красненьким помечено. Если вы увидите, что у сотрудника много красненького, значит там какая-то есть беда. Значит нужно что-то делать. Конечно же, у каждого сотрудника, у каждого отдела, без разницы, должны быть свои статистики, которые он ведет. Мы с вами не можем контролировать каждое действие, каждый шаг, каждое дыхание сотрудника. Так же, как я вам рассказывал, когда в оффлайне мы вроде бы смотрим, 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 но не отвернулся. Там у меня Серега тогда отвернулся, да, и этот сотрудник нафиг с ноутбуком, с телефоном пропал со всей базой. Все, мы не можем тотально контролировать каждого сотрудника, но если мы с вами будем контролировать результаты, в первую очередь, то тогда будет окей. Нет результата, начинаем копать ниже. Почему нет результата? Там, допустим, есть там 5 статистик должности, там мало звонил или еще что-то там, да, то есть, ну как бы разные статистики бывают в каждой должности. Поэтому тут мы начинаем копать. И потом мы смотрим, если статистики у него падают вниз, какой у него план, что он будет делать для того, чтобы эти статистики назад пошли вверх. И тогда мы его контролируем, в том числе и по плану. То есть, есть план, есть факт, да, ты запланировал вот это сделать, окей, ты сделал, какой был результат после этого. И, конечно же, когда приходит новый сотрудник на удаленку, ну давайте возьмем, знаете, это может быть еще как такой небольшой минус, когда приходит сотрудник в офис, его проще вести в должность, потому что вы можете посадить перед собой этого сотрудника и сказать, сынок, делай как я, Серафим, посмотри на меня, да, делай как я. И тогда проще передавать информацию, очень быстро передается, коммуникация настроена, все, вопросов нет. Но тут понятно, что вы там очень будете заняты. А на удаленке вы же не будете каждые пять минут с ним созваниваться там в зуме и говорить, что слушай, вот так вот сделай, нет, вот так вот сделай и так далее. Поэтому я рекомендую вообще всем сформировать обучение по каждой должности. Если вы хотите нанять, скажем, менеджера по продажам, ну подумайте, вы скорее всего сами проходили через эти этапы. Либо у вас есть там начальники, которые проходили через эти этапы. Так опишите, ну какие этапы там есть и что нужно делать на каждом из этих этапов. И вам тогда, ну когда будет сформировано обучение, вам тогда не придется тратить кучу времени на то, чтобы ввести в должность сотрудники. Вы можете вводить там по пять, по десять человек, потому что у вас будет все одно и то же, у вас будет обучение сформировано. Приходит новый сотрудник, у него есть ежедневная координация, у него есть план, вечером есть факт, у него есть обучение, он может туда посмотреть, что вообще ему необходимо делать. Все, вуаля. Дальше нам только необходимо его контролировать по тем пунктам, которые я вам сказал. На самом деле есть еще ряд таких чек-листов, которые мы прорабатываем именно на нашем курсе. Я там подробно все рассказываю, вообще как контролировать сотрудников, как за ними следить, как повысить их эффективность. Этот курс называется у нас «Бизнес-системный режим». Поэтому прямо сейчас не поленитесь, переходите по ссылке, оставляйте заявку и узнаете цену и вообще наличие мест, потому что наличие мест, как всегда, ограничено. Также, ребят, большая просьба, обязательно поставьте лайки те, кому понравилось. Мне будет очень приятно и будет приятно всей команде. И поделитесь в комментариях, как вы вообще считаете, реально ли построить эффективную мебельную компанию с удаленными сотрудниками. Есть ли у вас вообще удаленные сотрудники, сколько их и какие вы видите вообще плюсы от того, что будут удаленные сотрудники и какие вы видите минусы. Давайте обсудим эту тему, поделимся своими какими-то результатами. И до встречи в следующем видео. Продолжение следует...